Аплодисменты Затем, на деле, кругом в мире важнейшие и глазу очень заметные перемены уже сейчас. Так сказать, крутые повороты истории прямо напрямой, даст бог, если не финишный, на которых нет-нет, да и да, кто-нибудь с трассы вылетает, а иногда даже на дороге как залетит, в смысле, поскользнувшись неаккуратненько на аккуратно припорошенным снегом льду. И вот именно в такой вот скользкий исторический момент я, Лавров, и предлагаю вам остановиться и провести несколько минут вместе с традиционной нашей с вами международной рубрикой «Лавров за гранью», где и новости, и аналитика, как у всех, но еще и чуть-чуть ехидства и сатиры, что, согласитесь, в сложные времена не у каждого бывает. А меж тем, без кривой ухмылочки смотреть на некоторые мировые ньюс, получается с трудом. Ну, как не поерничать, когда вся Европа Западная сельским хозяйством вдруг озабачивается? Эту тему снежного месяца посреди у нас бессовестно украв. Или как сдержать смешок, когда разные заокеанские демократы, враг-врага, а не друг друга, наперебой диктаторами величают. И вроде уже будто и не мы последние диктаторы, что даже обидно как-то. В общем, что там с ихним райским садом заснеженной зимой нынешней приключилось, что они переменились так и вдруг? Давайте разбираться разом с нами, мы сами, пока им новых перемен еще не подвезли. И только перед этим, только тем, кто на ютюбчике все еще как-то нас смотрит, свободословным запретом Еврочинуш вопреки, вот вам пару слов эксклюзивно. Вы на канал подпишитесь, колокольчик нажмите и лайк поставьте, пока эту функцию тамошние блюстители еще не отключили. А потом присоединяйтесь к нам. У нас по-прежнему обсуждать можно все. И даже кое-чего поржать. Не возбраняется время от времени тоже. А начнем с того, что в последние дни лично меня не улыбнуть не могло. И ни раз искренне улыбало. С того, что новости зимние на чужих каналах как-то очень уловимо стали наши летние напоминать. Вот какой ихний выпуск ни глянь, а там сплошь комбайны, сенокосилки и прочие трактора. Разве что время от времени еще и грузовики мощные с фурами маячат колоннами в кадре. Когда с фуражом, когда для антуража. И нет, это не потому, что у них в агропромышленности бум случился. И ученые британские и прочие, как сеять прямо в снег, что-то там изобрели. А дело в том, что в Германии, в Австрии, в Румынии, в Италии, а также во Франции и в прочих, Польша с Литвами, фермеры из-за провалов властей в экономике, уже более чем очевидных, взяли и забастовали. То есть, пока там бастовали врачи, учителя, автопромы и железнодорожники, картинка была привычной. Ну, стоят себе люди с плакатами, и рядом поезда стоят тоже. И пусть стоят. Так думали их начальники и власти всегда. А вот с еврокрестьянами у еврочинуш все взяло и не так, а через одно место пошло. И все из-за того, что, ну, чем может учитель свой протест в развитых демократиях выразить. Или тамошний врач. А вот у сельхозпроизводителей для бюрократов под рукой, ногой и вообще везде может и неувесистый, но весомый аргумент протеста отыскался, которым бастующие стали места квартирования и увеселения бюрократов щедро заваливать. Ну, я думаю, вы уже поняли, если еще из новостей не узнали, что в ход пошло. Да-да, оно самое. И оказалось, что булыжник, оружие пролетариата, по сравнению с аном, это не оружие, а так детские шалости. А вот когда сотня трактористов по разным регионам Франции сильно пахучее оно в мэриях и в ресторанах пораскидает, чиновник европейский сразу начинает держать нос по ветру и понимает, чем это дело лично для него пахнет. И для них лучше бы, чтобы дело пахло керосином. Ведь пока что тамошние власти атаку как-то еще кривятся, но терпят. Однако не исключено, что это ненадолго. И как только зима с холодами первыми теплыми деньками весны сменится, в ЕС гнев масс к переменам таки приведет, потому что эти самые массы тогда будут еще более гневно пахнуть. И, кстати, когда такие новости наблюдаешь, то прям душа радуется. И не потому, что соседям трудности желаешь, а потому что наблюдаешь их не лично, а через экран, который атмосферу европейскую и торжество там уличной дерьми демократии не полностью, не целиком передает. Кстати, интересно наблюдать издалека и за событиями в штате одинокой звезды, то есть в Техасе, который в пока Соединенных Штатах еще располагается. Почему пока? Так переменами и за океаном потянуло. Ведь этот самый Техас тут на днях решил взяться за борьбу с нелегалами так, как нынешняя администрация штатов не решалась. И для начала техасцы, среди которых, кстати, селян тоже хватает, силком выгнали со своей земли еще не задокументированных нелегалов этих самых. А затем выгнали и представителей федеральных властей. Мол, если городские и вашингтонские вы нам не помощь, то не помеха, уж точно. Таким макаром, глядишь, а до ноябрьских выборов президента США могут и не целиком добраться. Тем более, что на финишной электоральной прямой там уже почти точно лишь старые дуэльные партнеры Байден с Трампом остались. А они один одного, иначе как диктаторами и захватчиками власти и земли не называют. И конкурента с земли в тюрьму отправить призвать норовят. И вот на фоне таких потрясений в политике и экономике что нынешним тамошним властям делать остается? Ну, именно тем, кто нас все время раньше в правильной работе с протестными настроениями получал. И здесь, к сожалению, смешки и ухмылки у меня и в мире заканчиваются. Потому что власти западных стран явно сговорившись во всех своих бедах начали чужую руку наблюдать и свои экономические и политические проблемы из-за своих просчетов и слабостей за счет накопления военной силы против нас решать решили. Ну, или хотя бы попытаться. А сил у них нет пока. Так они накапливать их хотеть будут. Вернее, уже начали. Начали, конечно, смешно. Три прибалтийских даже не тигра пообещали на своих с нами границах линию фортификации коллективно навалить. В смысле ять. И деньги, какие их учителям, врачам и фермерам не достались, военным подрядчикам выделить. Да так щедро, что подрядчики того и гляди, только у фермеров материалы закупать смогут. Шутка. Или нет. Но то, что Запад другой возможности свои трудности за собой прибрать вообще уже не рассматривает, это и есть самая большая перемена этой зимы. И вот она не шутка. И не повод для оптимизма и прочей радости. А выйдет ли у них с силами собраться или фермеры и иные протестующие на ближайших выборах эти власти свалят? Вот это будем посмотреть в дальнейших новостях. И как всегда обсудим в рубрике «Лавров за гранью». Кстати, и эти темы и прочее можно дистанционно обсуждать уже. Пишите Минск, коммунистическая, 6, 22, 00, 29. Звоните на горячую линию УНТ, там все запишут и мне передадут. А также шлите послание на электронную почту «Лавров за», собак, мейлру. И комментарии с вопросами на Ютюбе оставляйте. Как только вопросов хватит, проведем традиционную очную пресс-конференцию «Наоборот», где на ваши вопросы ответит пресса, то есть я. Но это потом. А пока пока. Пойду, пройдусь, постараюсь не подскользнуться и вам того же искренне желаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ